Всем привет! Меня зовут Андрей. Спасибо парни за вашу поддержку. Начинаем новую кампанию за гранаду. Будем завоевывать всю Европу и обращать всех в истинную веру. Но сначала, чтобы стать сильнее, нам нужно выжить. Костильцы и португальцы заключили союз и наверняка совместными усилиями попытаются нас выдавить с Иберийского полуострова. Наша задача выжить и удержаться в Иберии. Политику берем ту, что дает дипломатическую репутацию плюс один. Обязательно заключаем союз с Марокко и начинаем улучшать отношения с французом. Француз для нас очень важен. Если мы не заключим союз, то наверняка француз заключит союз с Костильцем. И тогда придется очень долго ждать. Понятное дело, что француз поначалу с нами дружить не захочет, но зато нам союз кидает Тунис. Соглашаемся. Тлесман чуть ли не единственная держава, в которую мы можем сейчас влететь так, чтобы не огрести по полной. Мы разбиваем вражеское войско, однако у нас остается недостаточно солдат, чтобы вести полноценно осаду крепости третьего уровня. Призываем Марокко к войне, пообещав им земли. Тем временем Юсуф Пятый, недовольный политикой нашего правительства, поднимает восстание в стране. Столица Тлесмана держалась 450 дней, это очень много, но для нас не самый худший результат. Марокканцы почему-то не захотели земель. Ну да ладно, нам больше достанется. Джерид делаем вассалом, забираем пять провинций, включая столичную крепость. Это очень важно. 52-й год, Юсуф Пятый выигрывает гражданскую войну и становится повелителем Гренады. Нам недостаточно союза с Марокко и Тунисом. Нас все равно португальцы и костильцы вынесут. Нужно искать новые союзы, например, с Британией. 56-й год и мы переносим столицу в Северную Африку, а то как-то неспокойно под Кастильцем. Да и скорее всего в Иберии мы столицу никак не удержим. Тунис разорвал с нами союз, поэтому нам срочно нужен новый союзник. Неаполь вполне подойдет. 61-й год, да ладно, османы соглашаются на союз с нами. Но слишком радоваться тоже не стоит, поскольку они все время в долгах и не факт, что заступятся за нас. Да, наши договоренности с османами очень шаткие, а с французами союз таки не получается заключить, но мы все-таки рискнем и разорвем союз с марокканцами, поскольку СУЗ набрал уже 100% желание к свободе и их войну за независимость поддержат португальцы и костильцы. А нам пока этого не нужно. Лучше во второй раз повоюем с Телесманом и доберем их. Выполняем задание подготовка к войне, оскорбив Кастилью и получаем вечные претензии на Нижнюю Андалусию. Тунис остается, можно сказать, без союзников. Марокканцам сейчас вообще никак не до них и нужно этим воспользоваться. Тунисская армия, измученная и измотанная в сражениях с Португалией и Испанией, пыталась от нас улизнуть. Мы нагнали их в самой пустыне. Нас было больше и мы разбили их. Нам необходимо как можно быстрее закончить эту войну, пока костильцы все еще возятся с марокканцами и не обратили в свой взор на нас. Испанская и португальская угроза вторжения постоянно нависает над нами, как Дамоклов меч, как Ганнибал у ворот. Это очень печально. Кастильцы и французы заключили союз и наши надежды на вторжение в Иберию рухнули. Но хотя бы иберийская свадьба не состоялась. Да, можно было бы попытаться все сначала и добиться такого расклада, чтобы костильцы и французы были соперниками. Тогда возможен был союз с французами и вторжение в Иберию. Однако это не путь джедая. Расширяться нам особо некуда и поэтому давайте возьмем исследовательскую идею первой и начнем исследовать Западную Африку. Чтобы выжить, нам придется разрывать старые союзы и заключать новые, более надежные. В данном случае Прованс, как мне показалось, более сильный и надежный, чем Британь. 1975 год и наши бывшие союзники стали нашими врагами. Они желают нашей земли. Марокканцы ненавидят нас. Но они устали в войне с европейцами и лучшего момента, чтобы напасть, наверное, и не будет. Даже ослабленная Марокко с нашим лимитом армии и экономикой – это целая проблема. Пришлось нанять очень много наемников, даже больше, чем мы можем себе позволить, чтобы разбить марокканцев. Наш небольшой осадный корпус пытается забрать столицу Марокко. Однако их войско тоже пытается забрать нашу столицу. Мы даем бой, проигрываем. Но зато теперь у марокканцев не хватает войск для осады. И таким образом мы первыми захватываем столицу наших врагов. Забираем шесть провинций, пытаемся оградить Марокко от кастильцев, но не полностью ограждаем, чтобы кастильцы напали в следующий раз на них, а не на нас. В 79-й год кастильцы сожрали восемь провинций у Арагона, но хотя бы им сейчас не до нас, и они воюют вместе с французами за бургундское наследство. 85-й год, вторая война с Тунисом, но на этот раз придется воевать и с Тунисом, и с Марокко одновременно. Если с армией Туниса мы разобрались достаточно быстро, то армия Марокко встала на нашу столицу и была довольно-таки многочисленной. Тут уж пришлось постараться. Но наконец-то кастильцы и португальцы поссорились друг с другом и воюют между собой из-за их союзников Англии и Франции. Мне понравилось, как помогает наш вассал Марко Джерит, и нужно отблагодарить его за это. Отожмем у Туниса шесть провинций именно для нашего вассала. Как же долго мы этого ждали. 89-й год, начинаем войну против Португалии, призываем нашего союзника Прованс. Португалия попыталась неудачно высадиться в Суете, в ключевой провинции, чтобы контролировать Гибралтар, чтобы не дать не пустить наши войска на Иберийский полуостров, но естественно у них ничего не вышло из этого. А все потому, что нефиг воевать в чужих войнах, да еще так долго. У Португалии отжимаем все по максимуму, но в первую очередь четыре острова, чтобы так на всякий случай был выход в Америку и в Азию. Эта победа позволила поднять наш ранг до Султаната. Это 1502-й год и мы завершаем еще одну войну с марокканцами и Тунисом. И теперь мы великая держава, кому-то может и ничего, но учитывая с чего мы начинали. Итак, что я чувствовал все это время? Постоянная угроза вторжения и уничтожения нашего государства со стороны Кастильцев и Португалии. Да, у нас сильные союзники, но вот, например, Неаполь, да? Ну хорошо, сейчас за Сиену они заступаются, да? Давайте посмотрим за Османа. Крымское ханство. Если мы чисто теоретически нападаем, Османы не заступаются. Что это значит? Что если на нас нападут те же Кастильцы, скорее всего, совместно с португальцами, то Османы не заступятся за нас точно так же, как они не хотят заступаться за Крым и за долгов или что-то там еще. Османы постоянно воюют, то с Венецией, то что-то еще. И есть шанс, что они за нас не впишутся. Это постоянно нависает над нами. Союза с французами в нашем случае не получилось. Возможно, потому, что Кастильцы и французы изначально не были соперниками. Но да ладно, все равно продолжим кампанию и как-то будем выпутываться. Рано или поздно французы и Кастильцы все равно поссорятся. Кастильцам расширяться некуда. Но куда они пойдут? На нас они напасть не могут, если только Османы не поддержат. Где-то что-то кушать здесь, но скорее всего обломятся. Французы очень сильные. Самим французам тоже некуда двигаться. Хотя да, вот здесь они в Британии чуть-чуть захватили. Но в любом случае, куда они будут идти? В их случае это на восток. Но сюда двигаться, здесь сотни княжеств, которые скорее всего вместе соберутся и вломят любому. В том числе французам. Поэтому самый благоприятный вариант это кушать Кастилью. И у них скорее всего это получится. И будем ждать момента. Но не теряя при этом времени. Но на этом у меня все, парни. Всем спасибо за внимание. Всем пока.